Привет! Если вы сейчас что-нибудь едите, то лучше отложите ненадолго. Есть вещи, которые просто не должны существовать в нашей вселенной. Мороженое с кетчупом. Определенно, одна из таких вещей. Поистине изысканное блюдо для утонченных гурманов. Берете свежий огурец и макаете его в шоколадный пудинг. И выглядит странно, и на вкус так же. Хотите попробовать что-нибудь странное? Попробуйте бананы, запеченные с сыром и беконом. Заметьте, я не сказал, что это будет вкусно, я сказал, что это будет странно. А странные вещи Фактория уважает. Сэндвич из огурца с начинкой из бекона, сыра и ананаса. Я не хочу представлять, какой у этой штуки вкус. Чисто технически это пицца. Но я не понимаю, почему она больше похожа на миску салата, чем на горячее блюдо. Не забывай, что именно твоих фото ждут все подписчики Фактории. Давай, не ленись и присылай их по ссылкам в описании. Это какой-то суперскромный вариант хот-дога с половинками вареного яйца? Ну вы бы хоть горчички добавили, что ли? Вроде бы это бургер, но у него внутри не котлета, а целый помидор, который зажарили во фритюре. Не спрашивайте зачем, автор сам не смог объяснить свой поступок. Да, это действительно пицца с макаронами. Почему-то кажется, что если эту пиццу увидит настоящий итальянец, случится что-то страшное. Ну, либо он полезет в драку, либо его увезут на скорой с инфарктом. Вообще-то идея интересная. Почему никто раньше не додумался делать холодец на палочке, как эскимо? Выглядит непривычно, но в целом забавно. Хотите себе пиццу с начинкой из маленьких пицц? Они бы хоть разные микропиццы для начинки использовали, было бы интереснее. Наверное, так должен выглядеть именной торт для человека, который больше всего на свете обожает сыр. Всех остальных людей вряд ли порадует такое оформление десерта. Пиццу с ананасами многие не любят. А как насчет ананаса с пиццей? Ну, то есть буквально половинка ананаса, на которой маленькие кусочки пиццы. Так и вижу, как бабуля собирается испечь аппетитных булочек и придумывает чем-то удивить внуков. Ну что ж, увидеть булочку в форме крокса действительно удивляет. Вот это я понимаю. Нормальные суши. Эдакий бутерброд из риса с колбасой, которые связаны между собой огуречиком. Мозг отказывается верить в то, что кто-то действительно это приготовил и съел. Ага. Вам не кажется, это действительно бургер с печеньем Орио? Запеченный тост с плавленным сыром – это банально. Вы лучше попробуйте добавить туда ананас. Ну, в смысле, лучше не пробуйте. Это некое подобие бутерброда, состоящего из блинчика, рыбного соуса, маринованных огурцов, кислой жевательной конфеты и фасоли. Выглядит ужасно. Это какое-то преступление против мороженого? Нельзя так обманывать людей. Даже если мороженка издалека действительно похожа на комочек риса. Эх, сейчас бы навернуть пирог с малосольными огурчиками. Главное, никому не говорить про такой рецепт, а то вдруг решат приготовить. Я правильно понимаю, что этот коктейль используется для экспресс-очистки желудка. Но не может же кто-то всерьез наслаждаться комбинацией молока и сосисок. Я был уверен, что знаю об омлете все, но мне даже в голову не приходило, что можно сделать омлет с вареными яйцами. Ищите необычных вкусовых впечатлений? Да легко. Добавьте в свой суп банан. Гадость получится знатная, но впечатление зато получите. Это палочка твикс, завернутая в ломтик ветчины. И кто-то действительно считает это прекрасной закуской перед основным блюдом. Вот это я понимаю. Действительно, завтрак чемпиона. Чтобы съесть сухой завтрак, сосиски и сыр, зальты и молоком в одной тарелке, нужно действительно быть чемпионом. Как насчет роллов с бананом внутри? Представляете, какой у них будет вкус, если окунуть их в соевый соус? Ну ладно, хорошо. Если не хотите ролл с бананами, то вот вам ролл попроще. С макарошками. Мне кажется, японцы глазам своим не поверят, если такое увидят. Парень увидел это блюдо во сне и решил его приготовить в реальности. Это стопка оладий, между которыми лежат листочки сыра, и все это полито кленовым сиропом. К сожалению, автор этого шедевра не уточнил. Возможно, его сон был кошмаром. Чипсы с нутеллой? Все-таки не нужно пытаться съесть все вкусненькое сразу. Не можете понять, что это такое? Не волнуйтесь, я вам подскажу. Это жареный бекон в шоколаде. Мужчина сварил себе на обед кусок мяса. Ну а что, неплохо, но у него не было настоящих бобов для гарнира. Поэтому он не придумал ничего лучше, чем добавить к мясу желейные конфетки в форме бобов. Вот так живешь с человеком много лет, а потом заходишь на кухню и видишь, как он жарит маринованный огурец в сыре. И вот непонятно, как с ним дальше-то общаться? Еще один странный вариант хот-дога – хот-дог с оливками. Ну, в смысле, все, больше в нем нету ничего. Девушка захотела одновременно макароны, сыр и шоколад. Эти желания привели к появлению вот такого блюда, которое нельзя назвать иначе, кроме как надругательство над макаронами. Так будет выглядеть ваш заказ, если вы попросите приготовить бургер, но не класть в него ничего, кроме мяса. Да как вообще у человека могла родиться идея сделать бутерброд из сухого дошика и шоколадной пасты? Рили, даже если больше ничего нет, съесть их по отдельности будет гораздо вкуснее. Ребенок капризничал и отказывался есть. Тогда мама сказала, что сейчас к нему на тарелку прилетит мясная фея. Подозреваю, что после такой встречи ребенок еще долго боялся садиться за стол. Рыба в этом коктейле выглядит особенно эффектно. Зачем был создан этот кулинарный шедевр, к сожалению, а может быть к счастью, неизвестно. Похоже, никого не смущает, что курица в этом раме не настолько сырая, что готова убежать прямо из тарелки. Я не знал, что вареные яйца могут выглядеть неаппетитно. Но при варке что-то пошло не так, и в итоге кастрюля стала выглядеть даже немного пугающе. 40 зубчиков чеснока и всего три куриных крылышка. Ну что ж, этот человек явно любит чеснок больше, чем мясо. Сейчас в разгаре сезон арбузов, так что держите идею – арбуз со сгущенкой. Сам я это, конечно, пробовать, пожалуй, не буду. Если вдруг доведется увидеть что-то интересное или забавное, то не забудь это сфотографировать и прислать прямо по ссылкам в описании. Маринованный огурец в шоколадной глазури. Фу, и зачем я это вообще увидел? Голубое масло, голубой сыр. Нет, выглядит в целом забавно, но максимально неаппетитно. Вы когда-нибудь сделали себе бутерброд с колбасой и клубникой? Самое ужасное, что мне кажется, это может быть вкусно. Макароны, сосиски и желатин. Что еще нужно, чтобы основательно отбить аппетит? Правильно сказать, для студни использовался бульон от вареных сосисок. Вообще-то это манты. Но они выглядят точь-в-точь, как яйца пришельцев из фильма «Чужой». И я не хочу даже узнавать, чьи это головы из них торчат. Холодный кофе с оливковым маслом. Спасибо, конечно, но я, пожалуй, откажусь и всем рекомендую последовать моему примеру. Кто-нибудь вообще знает, зачем нужно фаршировать вареные яйца арахисовым маслом и джемом? Неужели это правда вкусно? Ветчина, майонезик и соленые огурчики. Еще никогда суши не были настолько странными и отбивающими аппетит. А как вам такая идея? Суши в вафельном рожке. Не уверен, что это вкусно. Зато есть удобно. Девушка всего лишь попыталась приготовить смузи из ягод. Но ей так и не удалось убедить друзей, что у нее в бокале не мясной фарш. Спокойно. Это не лапы какого-то чудовища. Это всего лишь кактус, приготовленный на гриле. Хотя, согласен, больше похоже на лапы. Это просто овсяные хлопья с черникой, веганским шоколадом и арахисовым маслом. Но, честное слово, понимание того, что это в тарелке, не делает это аппетитнее. У этого человека в доме не нашлось подходящей тарелки для завтрака. Что он будет потом делать с размокшим от молока хлебом, он не сказал. А это жевательные конфеты, поджаренные во фритюре. Зачем? Не надо задавать слишком много вопросов. Главное, что кому-то они понравились. Ну а почему бы и нет? Что мешает приготовить бутерброд из жареной картошки, кетчупа и майонеза? Получится очень сытный перекус. Это всего лишь замороженный йогурт. Странно, конечно, но почему-то все отказались его есть. Совершенно непонятно, почему же такое случилось. Даже будучи очень голодным, я не хочу есть эту бирюзовую вафлю. Серьезно, бирюзовая еда вообще не должна существовать. Это максимально неаппетитный цвет. А то можно случайно испортить аппетит. Вот когда заказываешь пиццу с крабом, совершенно точно не ожидаешь, что в пицце окажутся реально целые крабы. А выглядит это довольно пугающе. Должен быть какой-то закон, который запрещается вмещать гамбургер и шаверму. Они прекрасны по отдельности, но точно не вместе. Выбирай следующее видео и не забудь оставить комментарий. До завтра!